Для того, чтобы выбрать для многоквартирного жилого дома новую управляющую компанию, необходимо провести общее собрание собственников помещений. Сделать это непросто. По мнению самих жителей, редко в каком подъезде найдется хотя бы треть постоянно проживающих владельцев квартир. В доме номер 76 по улице Чистяковой голосование провести вроде бы удалось. Правда, в его законности жильцы с самого начала усомнились. Лицо, которое, собственно, и инициировало общее собрание, отсутствовало. Доверенность от этого человека на проведение собрания, как утверждали представители компании «Новая Трехгорка», у них имеется. Однако предъявить ее жителям они отказались. У нас председатели, счетная комиссия требуют доверенности. У нас не жители требуют, у нас требует председатель общего собрания, секретарь и счетная комиссия, на основании чего мы сейчас будем считать голоса и ставить свои подписи. На основании чего вообще это собрание? На основании чего мы здесь присутствуем? Доверенность такой документ, который мы не обязаны предоставлять, счетная комиссия. Мы предоставим его в суде. Обратите внимание, подсчет голосов еще не начался, а представители УК «Новая трехборка» уже готовы судиться с жителями. То есть фактически со своими потенциальными клиентами. В ходе подсчета голосов стали выявляться и другие достаточно пикантные вещи. Подскажите, пожалуйста, у вас в бюллетене все пункты отмечены как «за». Вы голосовали «за». Все верно? Я не голосовала вообще. Дело в том, что собственники не поленились предварительно провести свой внутренний опрос и довольно точно представляли себе, кто и как на самом деле голосовал. Оказалось, сделали они это не зря. По предварительной информации, число сфабрикованных бюллетеней может достигать 25, а то и 30%. Примерно такой же расклад и в доме 12 по улице Кутузовской, где голоса считались позже. После окончания работы счетной комиссии будет проведена работа по выявлению, опять же, незаконно заполненных этих бланков с поддельными документами. И, конечно же, мы будем обращаться к правоохранительным органам для того, чтобы выявить этот факт. Во время подсчета голосов в офис УК «Новая Трехгорка» пришла информация о том, что назначенный на это же время аналогичный подсчет голосов на собрании в доме номер 72А по улице Кутузовской вообще не состоится. Голосование шло за управляющую компанию «Новая Трехгорка». Творум не состоялся. Голосование не состоялось. Моральную поддержку жителям в ходе проведения собрания оказали представители общественной палаты района, следившие за тем, чтобы свободному волеизъявлению собственников ничего не мешало. Для общественной палаты в данной ситуации самое главное, чтобы придерживались действительно мнения жителей. К сожалению, у нас есть также и неплательщики в микрорайоне, которые в очередной раз наверняка сейчас воспользуются этой ситуацией, когда переходит одна управляющая компания, уходит другая управляющая компания. Многочисленные недовольства жителей, суды, неплательщики. Как не платили в одну управляющую компанию, они продолжат не платить в другую управляющую компанию, в связи с чем, опять же, образовывается колоссальная задолженность жителей перед управляющей компанией. Управляющие компании, в свою очередь, не платят ресурсникам. И, опять же, остаемся виноватыми мы, жители. Прошедшие собрания еще раз доказали, что микрорайону, как воздух, необходимо крепкая, надежная и профессиональная управляющая компания, пользующаяся доверием ресурсных организаций и муниципальной власти и способная завоевать доверие жителей. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...